В Новосибирске только в этом году планируют отремонтировать более 40 километров дорог. На восстановление и модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры заложено более 7 миллиардов рублей из бюджетов разных уровней. Огромный вклад в преображение наших дорог вносит и федеральный партийный проект «Безопасные дороги». По инициативе «Единой России» в народную программу вошли более 250 мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту дорог, рассчитанной на 2023-2027 годы. План коснется федеральных, региональных, межмуниципальных и местных дорог. Главная цель работы – довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более половины дорог в регионах. Депутаты «Единой России» контролируют целевое использование выделяемых средств, отметил депутат Гурсовета Денис Кулинич. Провели выездные совещания по контролю качества и сроков работы. Выезды были на объектах, ремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Новосибирске, это улица Кропоткина, улица Ипподромская и Октябрьский мост через реку Опь. Также на объектах по ремонту и восстановлению тротуара в Ленинском районе города Новосибирске, это улицы Титова, Транкистов, Заболовья, Каменогорская и Бийская. В начале сентября проведен мониторинг маршрутов следования к образовательным учреждениям, на которых выполнены комплексы работы. Это лицей 200-й, гимназия 12-я, школы 122-я, 67-я, 48-я, детский сад 470. Суть проекта не только в том, чтобы отремонтировать дороги. Он направлен и на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях. И в этом направлении предстоит сделать еще немало. Отметили участники Общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги» в Новосибирской области. И ситуация с дорожно-транспортными происшествиями, со смертельным исходом с детьми, в 2023 году на территории Новосибирской области, она плачевная. Создать безопасные дороги для водителей и пешеходов. Такова цель проекта «Безопасные дороги». И благодаря активной позиции и контролю со стороны общественности и депутатов различных уровней, она постепенно становится реальностью.